Пятничный обзор новостей MMORPG за неделю уже на канале. Самая актуальная информация о любимом жанре ждет, не дождется, пока вы ее усвоите. А это видео, как всегда, ждет вашего лайка. Меня зовут Мадлер, это портал GoHaru, и мы начинаем. И начинаем нетрадиционно, с целого вороха хороших новостей. Отличные новости для фанатов MMORPG в Корее, или пользователей VPN. Еще одна игра переберется с маленьких мобильных экранов на большие компьютерные. Project V4, сделанный на Unreal Engine 4, который некоторые описывают как одна из наиболее блестящих и фотореалистичных онлайн-играномобильных, в декабре прибудет на персональные компьютеры корейских игроков. По слухам, игра слишком тяжелая в графическом плане для старых мобильных устройств, и даже для некоторых пользователей эмуляторов на ПК. Поэтому это очень логичный шаг для компании Nexon. Кроме этого, почти никакой информации о будущем релизе нет, и Nexon пообещали поделиться ею в ближайшие недели до выхода игры. Также нет информации о глобальном релизе, но есть неплохие шансы на это. В марте текущего года студия Darewise Entertainment тизерила свой свежий проект, который носил кодовое название Project C. Теперь же разработчики сменили его на Life Beyond и опубликовали первый геймплейный трейлер. В видео нам показали большой открытый мир и то, чем игрокам предстоит в нем заниматься. Как заявляет команда студии, именно игроки будут влиять на развитие корпуса, так называется сам мир, в котором каждому предстоит определить свое место. На текущий момент поиграть в Life Beyond смогут те игроки, которые приобретут набор основателя на официальном сайте игры. Однако разработчики могут и сами выбрать вас в качестве тестера, если вы оставите на ресурсе свою заявку. Дальше вступаем на территорию слухов. Куда делась Ascent Infinite Realm? Это довольно частый вопрос, на который постарается ответить один венгерский сайт, который рассказал о том, что игра собирается в открытую бету в Азии в ближайшее время. Согласно Google Translate новостей, бета скоро, но без четкой даты. Однако указаны временные рамки от декабря до февраля. Судя по этой же новости, разработчик игры терпит убытки, и потому старается максимально быстро вытолкнуть игру на рынок, дабы заработать. Что ж, посмотрим, получится ли. Начало 2020 года в MMORPG Neverwinter выдастся весьма жарким, ведь отважным искателям приключений предстоит спуститься еще ниже туннелей и коридоров подгорье. Бравым героям потребуется посетить настоящий ад, а точнее первый из его девяти кругов, где их будут ждать новая сюжетная линия, подземелья, а также многое другое. Все это появится в игре вместе с выходом обновления «Спуск в преисподнюю», релиз которого намечен на конец января, 21 числа. А пока фэнтезийный мир стоит на пороге новой войны, армия дьяволов жаждет пополнить свои ряды за счет самых опытных воинов. Поэтому 22 ноября начался тематический ивент «Дно ада». Это особое мероприятие, во время которого бесстрашным бойцам потребуется противостоять волнам напирающих порождений ада. Событие продлится до 13 декабря. В течение этого времени те герои, которые сумеют выжить на арене и пополнить ряды войска преисподней, смогут заработать награду, достойную того, чтобы рискнуть своей душой. Черная пятница в самом разгаре, и разработчики MMORPG Guild Wars 2 не могли пропустить это событие, и организовали сразу несколько приятных сюрпризов для игрового сообщества. С 28 ноября по 2 декабря ArenaNet устраивает бесплатную раздачу некоторых весьма привлекательных вещей для поклонников игры. С полным списком вы сможете ознакомиться у нас на портале по ссылке в описании. Кроме того, там же вы узнаете, что предусмотрены хорошие скидки, в том числе и на делюкс издания дополнения Guild Wars 2. Еще одной хорошей новостью станет предстоящее обновление с доработками наборов билдов персонажей. Разработчики смогли подготовить его значительно быстрее, чем изначально планировалось. Теперь вкладки билдов будут автоматически переключаться в зависимости от режима игры, будь то PvE, PvP или World vs. World. Заданный выбор набора сохранится и станет активен после перехода из одной активности в другую. Кроме этого, команда ArenaNet интегрировала PvP билды в новую систему сохранения навыков и снаряжения. Игроки будут отмечать билды для этого режима соответствующей настройкой и смогут их редактировать, находясь за пределами режима. Выход улучшений запланирован на 3 декабря. Разработчики MMORPG ArcheAge официально анонсировали масштабное контентное обновление 6.5 Сат Матери, вместе с выходом которого в корейской версии игры появится локация, подарившая патчу его название. Это будет межсерверная зона, где пересекаются параллельные миры и искажается течение времени. Однако данная область является хоть и главной новинкой, но не единственной. В специальном обзоре на нашем портале вы сможете найти более подробную информацию о том, чего стоит ждать игрокам. Судя по всему, компания NCSoft в настоящее время трудится над ремастером второй части линейки. Об этом явно говорит вакансия, согласно которой команда разработчиков набирает для данной цели сотрудников. Они должны владеть базовыми навыками работы с графическими редакторами Maya и 3D Max, а также обладать знаниями движка Unreal Engine 4 и английского языка. Правда, пока это все догадки, кроме того, остается вопросом и то, в каком виде ремастер будет доступен, в качестве масштабного патча или отдельной игры. Как и обещали разработчики из NCSoft, 27 числа по корейскому времени состоялся запуск нового мультиплатформенного мобильного проекта Lineage 2M. Причем запуск прошел на удивление гладко. Тем не менее, насущным остается вопрос языка, игра-то на корейском. Вот тут-то вам и пригодится специальная тема у нас на портале, где вы найдете перевод различных пунктов игровых настроек. Буквально в первых числах ноября закончилась временная акция под названием FreeFly, в рамках которой все желающие могли абсолютно бесплатно ознакомиться с самым амбициозным проектом современности, космическим симулятором Star Citizen. Тем не менее, месяц еще не закончился, а команда разработчиков из студии Cloud Imperium Games решила повторно провести мероприятие, приурочив его к ежегодной тематической презентации CitizenCon 2949. Предложение будет действовать до 5 декабря. В течение этого периода каждый день создатели намерены разблокировать доступ к нескольким звездолетам. Таким образом, к концу акции пользователи смогут опробовать практически три десятка единиц техники. При этом, для удобства игроков, создатели даже опубликовали специальный график разблокировки кораблей. Кроме того, чтобы облегчить жизнь новым космическим гражданам, команда подготовила специальную страницу на официальном сайте игры, где собрала воедино всю необходимую информацию, которая может оказаться полезна пилотам, еще не успевшим сесть за штурвал космического судна. В MMORPG EVE Online стало доступно масштабное дополнение, которое продолжает историю конфликта жителей нового Эдема с загадочным коллективом Триглавиан, а также вносит большое количество других улучшений. Вторая глава принесла новую активность. Капсулерам предстоит выбрать, за какую из сторон сражаться. Игроки могут продолжать защищать имперские государства или примкнуть к Триглавианским флотам. А в качестве награды станет доступен чертеж для производства еще одного корабля коллектива Триглавиан, гигантского Дреддноут под названием Зирнитро. Он обладает системой вооружения ужасающей мощи, а для пилотирования этого корабля необходимо изучить соответствующие навыки. В магазине лояльности теперь есть возможность приобрести как уже существующие наборы имплантов Мимезис, так и совершенно новые экземпляры. Частью дополнения также стала обновленная система букмарок. Разработчики проделали огромную работу, сделав ее намного удобнее для использования. А еще они добавили долгожданные альянсовые букмарки. Пилотов минматарских кораблей тоже есть чем порадовать. CCP Games пересмотрели характеристики многих кораблей этой расы и оружия в положительную сторону. Помимо прочего, уже наступила Черная Пятница, а это означает, что игроков ждут приятные бонусы. С 27 ноября по 3 декабря ежедневная награда в виде очков навыков и нейроускорителей. А уже совсем скоро мобильная версия MMORPG EVE Online станет доступна всем желающим. Компания CCP Games и NetEase Games сообщили, что в следующий понедельник, 2 декабря, космическая ММО-песочница EVE ECHOS перейдет к фазе открытого бета-тестирования. Разработчики постарались максимально перенести атмосферу оригинальной MMORPG EVE Online на мобильные устройства. Игроков ждет огромная вселенная, состоящая из более чем 8000 систем, более 100 уникальных кораблей, возможность создавать корпорации и альянсы, а также такие привычные для жителей нового Эдема активности, как исследование космоса, торговля, военные конфликты и многое другое. Буквально в середине ноября состоялся официальный старт второй фазы MMORPG World of Warcraft Classic. Однако среди жителей классического Азерота остается еще много героев, которые пока не закончили осваивать контент, доступны с самого открытия серверов. Так, огненные недра, где обосновался сам Рагнарос, еще долго будут привлекать искателей приключений, а поэтому весьма полезным может оказаться подробное руководство по каждому из боссов, которых необходимо одолеть, прежде чем появится возможность сразиться с Повелителем Огня. Всю соответствующую информацию можно будет найти по ссылке в описании. Компания Perlabis представила новый класс, который в скором будущем пополнит список доступных специализаций в MMORPG Black Desert. Им стал страж. Согласно представленному описанию, девушка спустилась с высоких заснеженных гор, где находится царство вечного холода, чтобы отыскать и вернуть священный огонь Иникс, способный испепелить любого, даже самих богов. Также в превью грядущего обновления, получившего лаконичное название «В этом мире нет бога», содержится много отсылок Кордолита, снежной локации, и выход которой был перенесен разработчиками на грядущую зиму. Прошел уже месяц с того момента, как компания My Games объявила о начале открытого бета-тестирования русскоязычной версии корейской MMORPG Lost Ark. А тем временем, пока герои окрасии заняты исследованием фэнтезийного мира, локализатор сообщил о начале продаж особых коллекционных изданий, в которых содержится уникальный контент, созданный разработчиками игры специально для пользователей данного региона. Наборы носят название «Темное знамение» и представляют собой два комплекта – «Малый» и «Большой». Каждый из них включает образ «Темного всадника» и 7-дневный премиум статус благословения Беатрис. А отличие заключается в наличии бонуса в виде скакуна «Вестник погибели», количестве расходников и, как следствие, стоимости. В настоящий момент доступен лишь предварительный заказ обоих изданий, которые можно приобрести за 999 и 1999 рублей соответственно. Все предметы поступят в распоряжение игроков ближе к концу декабря. Ну а мы приглашаем принять вас участие в PvP-турнире Polo Stark от портала GoHaru. Регистрация доступна уже сейчас, а сам турнир пройдет 30 ноября и 1 декабря в два этапа. Для полного прохождения регистрации игрокам необходимо оплатить турнирный взнос в размере 500 золотых монет с каждого участника. Зрителям будут доступны прямые трансляции со всех матчей турнира. Комментаторами будут Anyway и PushMyButton. По ссылке в описании вы сможете детально ознакомиться с грядущим турниром. Там же можно будет найти ссылку, которая приведет вас прямиком к следующей активности. Тренировочному ладеру для команды из трех человек, который поможет командам подготовиться к более крупным турнирам Polo Stark. Ладер пройдет с 25 ноября по 15 декабря 2019 года. И это все новости MMORPG на этой неделе. Не забывайте поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставить свой комментарий, подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал GoHaru. Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok